Привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня хочу сделать немного необычное для моего канала видео, и даже не то, что для моего канала, наверное, вообще, в принципе, для меня немного необычное видео. Речь пойдет о спорте, речь пойдет о фитнесе, фитнес-залах, конкретно, что в моей сумке для фитнеса. Вообще, почему такая у меня появилась идея, очень часто у меня поступает запрос, что в моей сумке. Не всегда я решаюсь вам показать, хотя на одном из моих эфиров в Блог ТВ я все-таки показала, что же в моей сумке. Так что можете там даже посмотреть. Решила вот сейчас сделать такое видео, что же нужно, по моему мнению скромному, носить с собой в сумке для фитнеса. Вообще, эта идея родилась от того, что я посмотрела, в каком виде, с чем и вообще непонятно для чего девушки приходят на фитнес. Такая небольшая предыстория, неважно, каким направлением вы занимаетесь. Это может быть йога, это может быть просто фитнес, аэрошейпинг, колонетика, силовые тренировки, степ-тренировки. Неважно. В целом, набор того, что вы берете с собой, должен быть таким примерно одинаковым. Единственное, что меня очень сильно удивило, в каком виде иногда девчонки приходят на фитнес. Все-таки 90% людей приходят на фитнес, видимо, с нормальной самооценкой, с нормальным видением себя вообще в мире. Но некоторые случаи, которые я, конечно, встречала в фитнес-центре и в зале и так далее, меня, конечно, до глубины души поразили. Поразило меня то, что девчонки умудряются приходить на фитнес при полном косметическом и фэшн-параде. Я, конечно, привержена того, что всегда нужно выглядеть хорошо, всегда нужно в любом месте выглядеть достойно. Но все-таки не нужно путать, как я люблю говорить, жопу с пальцем, не нужно путать фитнес с красной ковровой дорожкой, не нужно путать фитнес даже с походом в магазин и так далее. Видела я случаи абсолютно разные. Это были колготки в сетку, ажурные колготки с короткими шортиками, полностью накрашенное лицо, черные стрелки, красная помада, вот такие вот серьги, кольца, укладка, несобранные волосы. Как бы каждый, конечно, поступает как хочет, как может, но лицо, которое стекает вам в футболку через 15 минут занятий, мне кажется, это не гуд. Плюс мы на тренировке тело свое разогреваем, калории активно жгутся, и поэтому забивать поры тональным кремом, конечно, на мой взгляд, не стоит. Итак, это такая небольшая предыстория, плюс, что хочу сказать, обычно девушки, которые приходят в ажурных колготках и в колготках в сеточку, они обычно обладают формой не гоу-гоу девушек, таких вот секси-гиллс, а такие за 80 килограмм, и выглядит это крайне странно. Вот, если вы так уж стесняетесь себя и себя в мире и отношения миру к вам, ходите в женские фитнес-центры, как бы большинство групповых занятий, они ориентированы именно на женщины. Поверьте мне, женщинам абсолютно все равно, как вы выглядите, в чем вы одеты, но опять-таки здесь тоже есть, как говорится, грань добра и зла, можно ходить совсем в растянутой форме и в старые майки порванные, можно одеваться стильно. Итак, такая вот долгая предыстория, моя сумка для фитнеса, как ни странно, она выглядит абсолютно не как сумка для фитнеса, она выглядит как обычная сумка, я не знаю, она уже как-то у вас подалась в видео или нет, но, во всем случае, в инстаграме у меня, вы уже могли ее видеть, она у меня такая большая, когда я ее покупала в магазин, она мне казалась довольно-таки маленькой, обычной, как бы, ну, маленькой, когда я ходила в институт, и было 150 тысяч учебников, тетрадок. Вот, такая сумка, она из кожзама, насколько я понимаю, такая она прорезиненная, вот эта вот дешевенькая фирма, Миссима, честно говоря, не знаю, у меня она ассоциируется с такими рыночными сумками, но не суть. Почему-то эта сумка, вот, большинству людей очень импонирует, нравится, и, как бы, ну, не то, что меня прям спрашивают, где я ее купила, но, в общем-то, никаких нареканий я по ней не получала. Вот такая сумка, плюс она такая реально резиновая, то есть, если что, ее можно протереть, ее можно спокойно бросить на пол, ничего с ней не случится. Итак, что же у меня в сумке для фитнеса? Ну, то, что там лежит абонемент и, как бы, расписание, я думаю, это понятно. Итак, основные вещи, которые я считаю, нужно вообще брать с собой. Первое, первое, нужно обязательно брать воду, это сейчас идет активная реклама бренда, вот, если хотите, сделаем вот так. Нужно брать обязательно воду, без газа, без всего, обычную, простую воду. Можете поступить по-пижонски, купить себе какую-нибудь дорогую бутылку воды, а потом в нее наливать обычную, какую-нибудь дешевенькую, вот, и всем будет казаться, что вы каждый день пьете перье. Ну, девчонки, как бы, мы все все понимаем, и у всех есть вот эта фигня, что при подружках мы красимся самой лучшей косметикой, самой дорогой, как бы, это абсолютно нормально. Не надо этого стесняться, не надо этого бояться, это жизнь, и это нормально. Но воду брать с собой обязательно, потому что, когда вы занимаетесь фитнесом, эти все калории жгутся, и наступает у нас разрушение нашего водного баланса, поэтому пить нужно. Я не говорю, что нужно прям два раза руки подняли, запили, там, два раза руки развели, запили. Так делать не нужно, но, например, до тренировки и после тренировки осилить водичку в 0,5 литра, как бы, это без проблем. Плюс не надо ее холодить, не надо ее горячить, она должна быть такой достаточно комнатной температуры, чтобы у вас для организма никакого стресса не было. Так, что у меня здесь есть дальше? Давайте открою вот среднее отделение. Так, тут у меня лежит косметичка. Вот, когда я говорила о том, что не надо супер сильно краситься фитнес, я, в общем-то, от своих слов не отказываюсь. У нас у всех есть своя болезнь. Кто-то считает, какие-то девчонки считают, что они могут спокойно выходить на улицу без любой косметики. Кто-то считает, что должны быть накрашены ресницы, кто-то считает, что должны быть накрашены губы. Я покажу, что у меня тут есть. У меня тут есть зеркало, зеркало, которое мне подарили в Литуале, зеркало от Huga Boss. У меня здесь лежит жевательная резинка. У меня здесь лежат капли для носа, потому что нос у меня часто забивается, на тренировке это неудобно. У меня здесь лежит вот такой вот бальзам для губ, потому что, когда активно дышишь, в общем-то, иногда губы портятся, поэтому бальзам для губ есть. У меня здесь лежит вот просто такая самая дешевая тушь, которой я практически не пользуюсь, просто вот кинула ее, потому что иногда хожу вообще не накрашенная, иногда хожу накрашенная, иногда после тренировки чуть-чуть подкрашу реснички. Это как бы вот, это не обязательно, но для меня это вот такой спасительный момент, что как-то так я могу выйти без косметички. Я не могу, поэтому я беру минимум. Здесь лежат какие-то ватки, совсем чуть-чуть, опять-таки, если там были накрашены ресницы, чуть-чуть там что-то потереть, стереть. Так, также у меня здесь лежит какой-то пробник, а, духов от Dolce & Gabbana, но я им практически не пользуюсь, он так больше для запаха. У меня здесь лежат щипчики для ногтей, потому что я один раз очень прилично сломала себе ноготь на тренировке, ударила его в заднюю поверхность кроссовка. Вот, очень было больно, поэтому таскаю с собой вот такую штуку. И лежит у меня здесь вот такая штука для бровей, но это отдельный момент, я когда всю жизнь вот я только пощипаю себе брови, и потом я где-нибудь при каком-нибудь свете все равно нахожу какой-нибудь непонятный волосок. Поэтому это личностный мой загон, и как бы я просто это с собой ношу, в общем, мне так проще, мне так спокойнее. Вот, так что, как бы такая маленькая косметичка, если вы вообще такая эмансипированная девушка, назовем это так, если вы спокойно можете ходить, просто без ресниц, без всего, это лучше. Но, если не можете, вот я люблю хотя бы накрасить ресницы. Пожалуйста, ресницы в потоотделении не участвуют. Хотя, с другой стороны, если вы идете на какую-то такую очень сильную тренировку, типа степа, у вас поплывет лицо, и у вас реально могут поплыть глаза. Поэтому, если вы идете на колонетику, где можно там поднять ручку, опустить ручку, полежать в какой-нибудь красивой позе, то без проблем. Но по-другому это просто будет вам мешать. Так, что у меня здесь лежит дальше? Дальше у меня здесь лежит термальная вода, эко-спа, кислородная вода. Мне нравится после тренировки чуть-чуть протереть лицо и, в общем-то, пройтись водичкой. Ну, как бы на лето это вообще хорошо, и после спортзала тоже замечательно. Дальше у меня здесь лежат простые салфетки бумажные. Также у меня здесь лежат салфетки от Литуаль. Вообще, вот очень люблю эти салфетки от Литуаль. Часто у них закупаюсь. У них сейчас очень много их разных появилось. И для интимной гигиены, и для глаз, и для лица, и для такой кожи, для сихой. Обратите внимание, по цене они, в принципе, достойно получаются по карточке. Вот такие с собой беру. Если вы очень сильно потеете, берите с собой полотенце. Я, ну, потею, но не сильно, и мне это не очень мешает. То есть, у меня под градом не течет, поэтому мне хватает таких вещей. Если вы знаете за собой, что вы сильно потеете, то тогда, конечно, стоит взять полотенце там и что-то такое. Что у меня здесь лежит дальше? Дальше у меня здесь лежит дезодорант. Вот дезодорант взять с собой нужно. Перед тренировкой помазаться, после тренировки помазаться. У меня вот такой вот дезодорант от фирмы Эльви. Это вообще очень клевая фирма. Гипоаллергенная. Отдельное видео на нее будет. Замечательные продукты. Просто гуд-гуд-гуд. Выпускает, кстати, их хельсинки. Вот. Можете взять любой. Мне это нравится тем, что он без запаха, без всего. И как бы очень-очень здорово. Так, последнее, что у меня тут лежит, это крем для солярия. Потому что после тренировок я очень часто хожу в солярий. Вот. Могу очень посоветовать вам вот такой вот. Но денджер, 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 это крем с тингл эффектом на верхнюю часть тела, на лицо. Вообще никогда, вообще, вообще, вообще никогда не смейте это мазать. Просто ни при каком раскладе. Только на ноги, только на ноги. Сколько вот я загорала в солярии, у меня ноги никогда не загорают. Поэтому я уже пустилась в авантюру, купила крем с тингл эффектом, намазалась. Ноги горят, ноги все в красных пятнах. Но зато они реально за один раз загорают. При этом, даже когда вы намажете вот таким вот кремом ноги, руки потом вытирайте всем, чем можно. Лицо не трогайте, руки протирайте два раза или три влажными салфетками. Один раз протерла неаккуратно, у меня вот здесь вот это все осталось, как бы пока я терла ноги. И, в общем, получила я себе приличный ожог. Вот. Поэтому, как бы, я вот люблю очень так совмещать тренировку и солярий. Так. Это отделение пустое. Теперь, что касается формы. Форму я люблю покупать что-нибудь, конечно, новое. Сейчас у меня формы мало. У меня есть там пара-тройка штанов, пара маек, точнее, майка даже одна. Что хочу сказать. Если у вас есть возможность, не экономьте на майке. Здесь, как бы, опять-таки, момент личностного восприятия. Кому-то удобно ходить на тренировки в таких вот, ну, обычных хлопковых каких-то маечках с рисунком и так далее. Чем мне это не нравится? Под такие майки нужно одевать специальное белье, потому что сиськи, которые скачут вот так вот, это, во-первых, некрасиво, во-вторых, это больно. И чем больше у вас размер, тем больше это вот так шатается и грудь растягивается. Это очень плохо. Я предпочитаю майки спортивные из вот этих вот химических искусственных материалов. Я даже не знаю, из чего они, вот, но они вот, как бы, на ощупь такие, как будто бы чуть-чуть резиновые. У меня вот сейчас самая любимая майка вот такая вот. Честно говоря, какая-то это фирма, я вот просто даже не помню, как она называется, что это такое. Не знаю. Ну, вот эти вот девочки, как бы, что-то известное. В общем, покупала я в спортмастере. Чем мне нравится эта майка? Она двухслойная, то есть в ней есть вот этот вот нижний слой, который я использую вместо бюстгальтера, да, очень удобно. Ничего не торчит, все на месте, как бы. И плюс, что мне нравится, в этих майках не сильно потеешь и не разогреваешься. То есть она вся дышит. Я не знаю, каким образом химическое волокно, вообще стыдно, конечно, надо знать, каким образом химическое волокно работает. Вот, но в ней реально не потеешь сильно, в ней реально пот по тебе не струится. Она быстро впитывает, быстро из себя испаряет. Плюс тело у вас все такое вот подсобранное, не то, что в майке болтается, а подсобранное. Один раз у меня как-то эта майка была в стирке, пошла примерно вот, ну, в такой, даже пошире был ворот. Я, девчонки, намучилась. Бретельки сваливаются, майка провисает, тут все видно, тут все задирается. А эта майка на вас налезает практически как презерватив, назовем это так. То есть вы в таком презервативе скачете, у вас ничего не прыгает, не мешает. В общем, очень здорово, так что советую покупать майки, не экономить. Вот эту я купила, она под 2000 стоила, блин, ну, мне не жалко, она того стоит. И вот очень советую, чтобы у вас в майках была реально вот эта вот часть нижняя, которая поддерживает грудь. Брюки. Брюки могут быть любые. Кто-то любит заниматься велосипедкой, кто-то в шортах. Я люблю заниматься в таких широких штанишках. Штанишки у меня сейчас любимые вот такие вот. Насколько я помню, это Nike. Что могу сказать, такой небольшой секрет от себя, у меня всегда проблема с покупкой штанов. Потому что я маленького роста, а при этом размера внизу я где-то 46. А получается, спортивные фирмы почему-то думают, что если у девушки задница и ноги размеры 46, то она ростом примерно 2 метра. Поэтому, когда я одеваю штаны, и они мне нормально в попе и в бедрах, то внизу еще остается вот такое вот расстояние. Подшивать постоянно что-то я не люблю. Поэтому вот я открыла для себя такой небольшой момент. Я тупо покупаю низ в отделе для девочек. Вот, например, эти брюки у меня, они размера L. Они детского размера L, и при этом рост у них 152-158. Они идут на 12-13-летних девочек. Так что я, можно сказать, еще молода и свежа. Вот, то есть, в принципе, там был еще больше размер XL, там, где уже были сантиметры там 160 и выше. У меня рост 164, но те брюки у меня были великоваты в длину. Поэтому я тупо взяла вот такие, чему вообще несказанно рано. Единственное, что могу сказать, что вот эти вот брендовые фирмы, а-ля Nike, Adidas, Reebok, они не особо разницу делают между детскими вещами и взрослыми. То есть, например, вот штаны детские я купила даже дороже, нежели эти женские. Вот, ну а что хочу сказать. Очень сильно старайтесь не экономить на штанах. Почему? Есть такая всеми известная фирма Demix, или как-то она называется, да. Вот, у нее иногда бывает что-то ничего, какие-то вещи. Ну, вот я потрогала штаны, они все вот такие вот, и после первой стирки это превратится вот в такое вот. Я думаю, вам это не нужно. Вот эти штаны я стирала уже раз 10, и, в общем-то, они какие были, в принципе, такими они и остались. То есть, учитывая, что там на тренировках всякие выпады и невыпады, колени еще не очень сильно алкоголично растянулись. Так что, в принципе, можно ходить. В общем, советую не экономить. Но, опять-таки, это уже вот вопрос личностного восприятия, да. Кому-то важно просто пойти на фитнес и потренироваться. Мне важно все-таки еще красиво одеться как-то вот, типа, я хожу на фитнес. Вот, я такая молодец. Вот, для меня это как бы одна из мотиваций. Так, последнее, что я вам хочу... А, нет, не последнее. Обязательно, что с собой нужно брать, это носки. У меня какие-то носки от фирмы Outventure. Тоже я их покупала в Спортмастер. Две пары. Здесь тоже момент какой-то чисто психологический. В принципе, носки, носки. Носки можно купить дешевые, носки можно купить спортивные. Я не знаю почему, но лично мне кажется, что спортивные носки, в них есть какая-то дополнительная нить. Другое переплетение. Смысл в чем? А смысл такой же, как и в майках, как и в спортивной одежде. Что у вас ноги, если даже потеют, то они потом быстро приходят в форму. И нет вот этого чувства какой-то потности, нет чувства какого-то там, что у вас ноги все сейчас сгорят. То есть абсолютно комфортное ощущение. В обычных носках такое не всегда бывает. Может быть, я просто покупаю дешевые носки. Раньше, кстати, я покупала носки на рынке Лужники. Рублей за 300, там, 20 пар. Вот, но как бы те носки я носила по одному разу и выбрасывала. Эти я ношу уже не первый раз, и они даже еще белые, что, в общем-то, меня, конечно, удивляет. Так что такие коротенькие, они невысокие, коротенькие. Чуть-чуть они дотягиваются до лодыжки, до косточки, до щиколотки. Вот, так что носки, если у вас есть возможность, покупайте тоже спортивные. Так, и последнее, что я с собой ношу, вот, кстати, пакет тоже из спортмастера. А, у меня, кстати, еще здесь вторая пара носок валяется на всякий случай. Вот, последнее, что я с собой беру на тренировку, это, естественно, кроссовки. Здесь можно разгуляться по полной. Если вы не ходите на какие-то прям уж совсем серьезные тренировки, да, если это такой адаптированный вариант любого фитнеса, то вы можете выбрать любые кроссовки, какие вам нравятся. Вот, если вы ходите на какие-то балетные вещи, ну, не совсем балет, да, но вот есть такие, как бы, танцы туда-сюда, там другая должна быть кроссовка, но это вы пообщайтесь с тренером. У меня таких особых норовоучений я не получила, я хожу в кроссовках, какие просто у меня есть, какие мне нравятся. Итак, мои кроссовки. Кроссовки у меня вот такие вот. Это у нас фирма Рибок. Это фирма Рибок, знаменитые просто на весь свет кроссовки Изи Тон. Безумно их люблю. Я их покупала где-то через два или даже три года после вот такой вот человеческой амнезии, помешанности на этих кроссовках. Ну, я думаю, вы знаете, да, что это вот Изи Тон, туда-сюда, вот эти вот тут вставки воздушные. Что хочу сказать? Конечно, то, что говорят в рекламе, что вот вы будете ходить в этих кроссовках, и вы похудеете, да, это, конечно, не совсем правда. Надо ходить очень тогда много. Но смысл в том, что действительно, когда вы идете, у вас воздух переступает из этой пяточной камеры вот в эту вот под пальчиковую, и у вас такое ощущение, что вы немножечко как бы вот постоянно на батуте. То есть вас не сильно качает, но если сравнить жесткую поверхность и поверхность этих кроссовков, то вы немножечко все-таки так вот балансируете. Вот, за счет этого, в принципе, и достигается эффект. Вот, а так они мне, ну, просто нравятся, как бы обычные кроссовки. Я не очень люблю вот эти вот варианты кроссовок для бега. Такие они огромные. Такие, они, знаете, даже как не для бега, а для тенниса. Они такие огромные, здоровые. Здесь, как бы, такой средний вариант. То есть они все-таки кроссовки. Их так с юбкой, конечно, не оденешь. Хотя, например, знаменитая певица Лили Али надевает это спокойно там с бальными платьями и смотрится очень даже трендово. Вот, но о чем я? О том, что вот, просто они у меня были, есть, как бы, я в них хожу. У меня есть еще одни кроссовки от Nike, но, честно говоря, в них я не хожу. Последнее время хожу в этих. Плюс, как бы, получается, что у меня черные брюки, розовая вот эта майка и розовые кроссовки. Так что, в принципе, очень даже стильно выходит. Вот, в принципе, это все, что лежит в моей сумке. Вот такой у меня стандартный набор похода на фитнес. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Ваши комментарии очень-очень жду. Ваши советы очень-очень жду по части тренировок, по части фитнеса. Всех вас люблю. Целую. Ваша Вероника. Пока-пока-пока.